В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня появится в Уфе. Проект одержал победу в правительственном конкурсе и теперь получит федеральный статус, а также финансирование. По словам Радия Хабирова, на базе НОЦ будет вестись работа в области науки и бизнеса. Также проект станет базой для производства и продвижения инновационных продуктов на рынок в области медицины, химии, энергетики и авиации. Предполагается, что новый центр сможет привлечь в Башкортостан ученых со всего мира. Управляющий совет включает шесть комитетов по разным компетенциям. Ключевым является международный экспертный комитет, который формирует глобальную исследовательскую повестку. В его состав входят 10 ведущих ученых по областям деятельности центра из Англии, Индии, Германии, Китая, Италии и США. Партнерами НОЦ выступает ведущий институт развития Российской Федерации и Республики Башкортостан. Впервые Ради Хабиров рассказал о планах создания образовательного центра еще в декабре прошлого года. Напомню, Евразийский научно-образовательный центр будет создан в рамках национального проекта наука. В состав участников НОЦ входит шесть вузов Академия наук России Башкортостана, 20 предприятий нефтегазового комплекса машиностроения, медицины и АПК. Для НОЦ в Демском районе возведут многофункциональный студенческий кампус на 5000 человек. Ульяновская область планирует перенять опыт Башкортостана по возведению в сжатые сроки больницы госпиталей. Делегация региона прибыла в Башкортостан и посетила новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке в сопровождении премьер-министра правительства Андрея Назарова. Клиника-диагностический инфекционный центр построили за 50 дней и оснастили самым современным высокотехнологичным оборудованием. По мнению председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, данный проект необходимо тиражировать по всей стране. Отмечу, что Ульяновская область – это уже 15-й регион страны, которая планирует при возведении собственного госпиталя ориентироваться на опыт Башкортостана. Например, подобный антиковидный центр уже построен в Челябинске. Уже прожив более полугода в этой ситуации, с этим вирусом, регионы нарабатывают лучшие практики. И в этой части, в части формирования именно, как я сегодня уже неоднократно говорил, подхода к медицинским объектам нового поколения, нового типа, именно для решения не только локальной проблемы, но и выстраивания системы, оказания медицинских услуг в условиях коронавирусной инфекции, Башкирия является, наверное, уникальным регионом. Главная задача, которая перед нами стоит, это здоровье и жизни наших граждан, россиян. Поэтому здесь нет административных и каких-то еще границ. Мы готовы вместе работать над решением этой проблемы. И, ну, раз оценивают нашу работу высоко, мы благодарны за эту оценку. В новом госпитале в Стрель-Тамаке будут функционировать 74 палаты, в том числе 60 круглосуточного пребывания. Количество коек в штатном режиме работы 74. При этом в случае возникновения чрезвычайной ситуации мощность центра позволит увеличить их до 350 с 100% подключением кислорода. Сегодня на строительной площадке еще остались рабочие, которые помогают медработникам в пусконаладочных работах. Первых же пациентов здесь планируют принять к 10 декабря. Руководство компаний «Заспорт» и «Азимут» защитили свои бизнес-планы перед экспертным советом особой экономической зоны Алга. Совокупный объем инвестиций в проекты составит почти 1 миллиард рублей. Напомню, компания «Заспорт» планирует открыть фабрику по производству спортивной одежды, которая составит конкуренцию таким известным брендам, как «Адидас» и «Рибак». Выпуск первой продукции запланирован в третьем квартале 2022 года. Предприятие создаст около 300 рабочих мест. В свою очередь, компания «Азимут» построит на территории республики завод по производству дорожной разметки на основе органического растворителя и холодного пластика. Производственную площадку оснастят немецким оборудованием. Оба проекта находятся на сопровождении в корпорации развития республики Башкортостан. Были проведены экспертизы бизнес-планов на соответствие законодательству. Также внесены необходимые корректировки. Кроме того, совместно с инвесторами были подобраны участки и поданы заявки в правительство республики Башкортостан на получение статуса резидентов. Эксперты считают, что оба проекта достаточно перспективны. Бренд «За спор» до 2025 года выбран поставщиком наградной и спортивной экипировки для Олимпийской команды России. А вот технологии компании «Азимут» смогут применять на дорогах республики. Только в этом году на магистралях региона нанесено почти 10 тысяч километров разметки. В Башкортостане в этом году отсортировали 206 тысяч тонн мусора. Это всего 18% от общего объема твердых коммунальных отходов. Такой низкий процент переработки связан с небольшим размером платы за вывоз ТКО, отметили Министерство природопользования и экологии республики. Отмечу, что тариф для населения региона установлен в размере 95 рублей. При этом горожане до 1 сентября текущего года платили по 70 рублей, а жители сельских поселений 35 рублей с человека. Три месяца назад размер платы увеличили до 75-55 рублей соответственно. Также в ведомстве отметили, что 14 действующих мусоросортировочных комплексов республики загружены менее чем на 50%. Данные комплексы защищают свои тарифы за прием мусора, заложенный региональным оператором, который в свою очередь не может заплатить за сортировку из-за искусственно заниженных плат. Все это приводит к спорам между рекоператорами и сортировщиками. Сейчас у рекоператоров в основном все деньги и средства, которые соберут, уходят на колеса. Это о чем говорит то, что фактически они все свои средства тратят на вывоз мусора, на инвестиционную составляющую. У них средств не остается, не хватает. Поэтому в связи с этим показатели по инвестированию, по строительству новых сортировочных комплексов и полигонов пока у рекоператоров с трудностью с финансовыми средствами. Тем не менее, в этом году уже введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в селе Иглино, а также завершается строительство комплекса в Оргазинском и Туймазинском районах, которые начнут свою работу в ближайшие месяцы. Вот полную версию интервью с министром природопользования и экологии республики смотрите завтра в 19.20 на телеканале РБК Уфа. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК. Редактор субтитров А.Семкин